Во всей Европе смертная казнь отменена уже много-много лет, и преступность только уменьшается. У нас, к сожалению, преступность меньше уменьшается, хотя число сидящих в тюрьмах уже меньше 500 тысяч, а когда-то были по несколько миллионов. В советское время смертная казнь была по 10-15 преступлениям. Вот ты меняешь доллар на рубли, и тебя расстреливают. Это что такое вообще? Страна насилия. Полстраны расстреляли. И что-нибудь хорошее есть? Ничего хорошего нет. Мы поддержим, но предупреждаем. Улучшение в плане защиты жизни граждан от преступных посягательств не произойдет. Сегодня в программе. Земли много, на всех хватит. Индивидуальное строительство. Вот решение жилищной проблемы. Пока действует амнистия, надо торопиться, оформить его, можно повторюсь, дешево и без проблем. Андрей Андрейченко, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В рубрике «Слово депутата». Кыргызстан. Нужно гортань выворачивать наружу, чтобы правильно произнести на кыргызском языке название. Об особенностях в названиях государств, о вреде курения и неразберихе в системе исполнения наказаний в рубрике «Полидневник». Выставка в Госдуме. Ему не нравилась царская Россия, но он не дожил до тех времен, когда появилась советская Россия. Великие гуманисты 20 века. В рубрике «Панорама». ЛДПР за увеличение пособий матерям-одиночкам. Думское большинство против. Прямо сейчас, в главной теме. Думское большинство отклонило законопроект ЛДПР от дополнительной соцподдержки одиноких родителей. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский жестко раскритиковал подобное решение представителей партии власти. Я понимаю, правительство отказывает, исходя, допустим, из лимита средств. Но когда комитет наш, и женщина из этого комитета, говорит, не надо помогать этим одиночкам, и матерям, и отцам, мол, какая-то непонятная категория, да зачем, да в регионах пусть. Меня это страшно удивляет. Пусть правительство отказывает, и вы не проголосуете. Но как формировалась позиция комитета? Ваш же комитет называется по социальным вопросам. Цель комитета – помогать. А вы говорите, нет, помогать не будем. У вас нет такого юридического и морального права. Такой комитет нам не нужен. ЛДПР предложило ввести дополнительную соцподдержку одиноких матерей или отцов, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 18 лет. На денежные выплаты в случае принятия документа могли бы рассчитывать родители, среднедушевой доход которых превышает прожиточный минимум не более чем на 20%. В случае принятия инициативы депутатов фракции ЛДПР материальную помощь получили бы более 1 миллиона 800 тысяч жителей России. Еще недавно было пособие 50 рублей. Это позор. На целый месяц ребенку 50 рублей. Чудовищно. Как можно такие пособия устанавливать? Тем более это никак не повлияло бы на инфляцию. Надо вообще сделать помощь семье только в масштабах федеральном. Потому что мы опять, вот здесь бы комитет бы сказал, что же мы делаем? В Москве 7 тысяч даем на этого ребенка. А 100 километров от Москвы уже там полторы тысячи могут давать. Дети-то одинаковые. Сейчас на федеральном уровне выплачивается пособие на детей до 3 лет. В законопроекте депутаты ЛДПР предложили увеличить срок выплат до 18 лет. Понимая, что нагрузка на бюджет будет значительно увеличена, авторы предложили платить пособие только неполным семьям. Думское большинство с подачи комитета по социальным вопросам отказалось голосовать за предложение ЛДПР, сославшись на неясность категории. Будто им непонятно, кто же это такой родитель-одиночка. Он нуждается, у него меньше проживительного минимума. 11 тысяч условно. Пусть даже 12. На двоих 6 тысяч. 200 рублей в день. Нет, не будем помогать. Пусть живут на 200 рублей в день. Это неправильная позиция. Плохо, что вы не будете поддерживать. Мы уже много раз говорили. Это способ увеличить население наше. Вы не хотите. Сперва вы не хотите паспорта дать русским, чтобы они стали гражданами и приехали. Теперь вы не хотите дать деньги. Особенно это касается бедных регионов. Там, где и больше всего матерей-одиночек, в русских регионах. Потому что больше всего русских мужчин сажали в тюрьмы, убивали, на войну посылали и так далее, и так далее. И вот это ваш, как бы я считаю, сегодня клеймо. ЛДПР многие годы выступает за повсеместное расширение индивидуального жилищного строительства. Это поможет обеспечить всех граждан страны доступным качественным жильем в обозримые сроки, уверены в партии. Андрей Валерьевич Андрейченко, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, рассказал о перспективах и сложностях в этом вопросе. Если семья действительно большая, если мы говорим о многодетных семьях, то существует федеральный закон, он приводился в соответствие всеми регионами, и любая многодетная семья, в зависимости от региона, это два либо три ребенка, разные регионы определили в зависимости от количества земельных участков внутри субъекта по-разному, имеет право получить землю бесплатно. Для тех, кто уже имеет участок и строение на нем, но не оформил документы о собственности, депутат Андрейченко рекомендует поторопиться, пока действует дачная амнистия. Никто еще не отменял того, что у нас все еще работает дачная амнистия, и она сейчас уже работает до марта 2020 года, и, скорее всего, с вероятностью 99% она будет продлена до марта 2022 года. То же самое касается и жилого строения, ниже трех этажей. Поэтому, в принципе, там даже может быть большой дом на большую семью, и все равно его можно будет оформить. Причем пока действует амнистия, надо торопиться, оформить его, можно повторюсь, дешево и без проблем. Если вы не огородник и дачник, но решили обзавестись своим участком земли и начать строительство дома, что называется, с нуля, сегодня благодаря новым законам у вас появились широкие возможности. Заинтересовал человека, семью, соответственно, какой-то земельный участок, ну, в каком-то определенном районе. Соответственно, нужно сделать что? Нужно открыть публичную кадастровую карту, там за некий опт запросов идет скидка, и буквально информация предоставляется в течение 12 часов, ну, в зависимости от региона, есть регионы с большой разницей во времени, и этот запрос стоит 100 рублей. Соответственно, открывается она, тут же открывается съемка со спутника картографическая, и, соответственно, просто просматривается интересующий район на предмет свободных земельных участков. Решив все юридические вопросы, можно начинать строиться. Андрей Валерьевич призывает граждан быть максимально внимательными в выборе участка для строительства. Если земля окажется с так называемыми обременениями, а это военные, сельскохозяйственные, инфраструктурные и даже геологические обременения, например, зоны периодических сезонных подтоплений, то в дальнейшем могут возникнуть, как вы понимаете, трудности. Наша позиция, которая сформулирована нашим лидером Владимиром Владимировичем Жириновским, именно малой жилой застройки, что именно это и нужно развивать. Потому что если мы посмотрим на карту Российской Федерации, то мы поймем, что земель, земель достаточно для каждого гражданина Российской Федерации. Что земли, там, ну, у нас достаточно много, и много пустующей земли. Опять же, должна быть доступна ипотека. То есть мы часто говорим про вот различные формы ипотеки, соответственно, о процентной ставке, о различных льготах по многоэтажному строительству. То есть если человек покупает квартиру, но всегда часто, то есть государство забывает именно о тех, кто хочет построить дом. Тоже нужно этим заниматься. Тоже должно, опять же, государство разговаривать с банками, чтобы эти кредиты предоставлялись, чтобы они были действительно доступны. Во время традиционного подхода к прессе в Госдуме Владимир Жириновский рассказал о программе действий фракции на время текущей зимней сессии. Вначале лидер партии огласил окончательные результаты единого дня голосования, состоявшегося 8 сентября этого года. Мы окончательно подбили итоги выборов и имеется в виду со всеми данными по выборам МСУ и у нас получился прибавка плюс 41% с тем, что было 5 лет назад. Почти миллион голосов. Коммунисты чуть меньше. Единая Россия в основном потеряла. ЛДПР объявила о необходимости законодательного изменения в нормативах русского языка. Прежде всего, это касается официальных названий государств. Через Комитет культуры мы будем настаивать все-таки, чтобы ввести какие-то правила по нормативам русского языка. Кто-то нас заставил 5 лет назад говорить не на Украине, а в Украине. Теперь, мне кажется, пора вернуться на кыргызском языке название. Зачем? Владимир Жириновский также рассказал об усилиях фракции ЛДПР в борьбе с курением табака и так называемых вейпов. В США уже статистика есть печальная, когда среди вейперов, курильщиков, электронных сигарет, уже начались заболевания, и 18 человек уже погибли. Кто-то скажет, что ерунда. Это же эпидемия. Это погибли, которые известны сегодня. А некоторые, может быть, умерли, и никто не мог определить, от чего. Наш депутат Чернышев, по-моему, он вносил уже проект закона о запрете электронных сигарет. Но от другой фракции, Един России, наоборот, вносят поправки в закон разрешить курительные комнаты в аэропортах. Поскольку там папаша этого, лоббиста, он заядлый курильщик. И об этом везде афишируют. Все нужно молчать об этом. Кадровый кризис в Федеральной службе исполнения наказания. За последние 4 года два руководителя службы лишились своих мест по обвинениям в коррупции. В СИН заменили руководителя, ищут, вернее, все бесполезно. Мы это говорим 30 лет. Поставьте нашего, мы рекомендуем, Абельсов Сергей Николаевич, не хотите, ставьте вашего. Два года и за коррупцию в тюрьму. Два года за коррупцию в тюрьму. Или просто освобождают. Это же огромная система. Тюрьмы России. Хорошо, не подходит он. Потому что ЛДПР. Ну, хорошо. Берите. Что, губить людей будете? Пытки будут продолжаться. Коррупция будет продолжаться. В честь 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди в Госдуме организована выставка «Ганди Толстой. Великие гуманисты XX века». В открытии экспозиции участвовали представители руководства всех думских фракций. Впервые в Госдуме такая выставка, связанная с идеями гуманизма. Жаль, что только связана с юбилеем 150 лет. Хорошо бы, если бы идеи Махатмы Ганди вошли бы хоть в какие-то учебники, школ, чтобы был урок мира, урок воспитания отвращения к любому насилию. «Наш великий гуманист Лев Толстой, ему не нравилась царская Россия, но он не дожил до тех времен, когда появилась советская Россия. Так он на поездик уехал, а из советской России он бы, наверное, бежал бы на космическом корабле, потому что слишком много было насилия. И сегодня он бы, наверное, был бы тоже противником». Идеи пассивного сопротивления и непротивления злу насилием объединяли Махатму Ганди и Льва Толстого. И хотя они ни разу в жизни не встретились, их переписка длилась несколько лет. «Надо делать так, чтобы люди не попадали в тюрьмы. Для этого дать возможность им высказываться. Больше круглых столов, больше дискуссий, площадок. И не на улице, а в помещениях. И к этому призывал Махатма Ганди. Его знает весь мир, как бональстворение Индии». Экспозиция, которую совместно с Госдумой организовало посольство Республики Индия в России, а также культурный центр Джавахарла Ланеру, в целом посвящена дружбе и взаимному влиянию Ганди и Толстого на творчество и философию друг друга. «Давайте сделаем все, чтобы лет через 50 мы забыли про тюрьмы, про горящий Гонконг или горящий Париж, или кто-то у нас где-то недовольный, может быть, есть. Во всем мире. Мы видели, что на Ближнем Востоке было, чтобы люди следовали идеям Махатма Ганди и Льва Толстого. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова